окей все мы запускаемся всем привет сейчас мы быстренько собираемся извиняюсь за задержку чуть-чуть мы чуть-чуть мы буквально готовили запуск сегодня мы с вами будем говорить про поездку мексику кто знает кто не знает мексика это на самом деле самая такая тусовочная страна и самый лучший тусовочный новый год который только может быть в плане электронной музыки плане качественного техно и хаоса это мексика это столица наверно новогодней клубной жизни тулум яночка привет а вот я его привет привет как у вас там переезд происходит сейчас буквально мы минутку собираемся так голос дублируется все понял сейчас чем с этим мы придумаем чтобы голос не дублировался так до сих пор дублируется или нет так сейчас дублируется голос или нет друзья скажите мне пожалуйста асот мексики виталий не было наверно да он где там проходит скажите пожалуйста по голосу у нас ситуация решена есть задвоение или нет дублируется звук так давай сейчас еще посмотрим как раз 15 минут сейчас решали вопрос тем что у нас со звуком была непонятная ситуация поэтому сейчас хочется понимать что мы ее решили или нет вот сейчас по идее должно быть все уже хорошо вот все трассы четко тогда продолжаем отлично значит я думаю что все кто хотели к нам присоединились поэтому давайте мы немножко поговорим про мексику и что там происходит то есть самая основная цель нашей поездки мексику это фестиваль которые проходят на территории мексики это фестиваль замна это фестиваль play play на площадке который проходит это фестиваль в умун проходит на этой площадке на этой же площадке проходит фестиваль day zero плюс другие мероприятия которые пока еще не анонсировано но они сто процентов будут например самый знаменитый и самый громкий самый качественный самый офигенный арт-кар на burning man это my and warriors он выступает на площадке play play и его туда пригоняют новогодние праздники в период с 22 декабря по 10 января и в один день или в несколько из этих дней там проходит вечеринка с участием этого арт-кара артистов там потрясающий получается звук но вообще в первую очередь совка мексики это обязательно джунгли это обязательно море это обязательно потрясающая атмосфера свободы плюс это майянские шаманские танцы это разного рода йоги боди-арт разного рода фаер-шоу в общем это потрясающая атмосфера и нереальная тусовка которую я даже честно не знаю где если сравнивать таиланд и панган там нет этой мистики нет вот этого шаманизма нет вот этой майянской культуры и соответственно нет такого качественного звучания потому что панган несмотря на то что там конечно что то есть это все равно все приезжие артисты артисты из европы артисты из австралии из америки но там нет чего-то такого национального именно нет национальной культуры музыки нет национального звучания нет особой атмосферы что нельзя сказать именно про мексику потому что в мексике как раз начиная с 12 года проект майян варьерс и другие музыкальные проекты они занимаются тем что развивают свое майянское звучание свою национальную культуру делают миксы на техно музыку на хаус музыку электронную музыку и тем самым с 12 года в мир в массы несется уникальное звучание которое можно услышать только в мексике до этого могли слышать что-то подобное на фестивале бпм но на данный момент этот фестиваль он переехал португалию и конечно атмосфера там уже совершенно не та но те и кто был на бпм фестивале все равно я считаю они не совсем получили вот эту атмосферу мексиканской электронной индустрии потому что то что было бпм это все таки был плайо дель карман это все таки было 11 клубов которые находятся на территории плайо дель карман и все таки это город и это максимум был пляж то есть если мы говорим про город тулум то город тулум это очень древний пиратский порт с богатой историей с потрясающей архитектурой с потрясающей энергетикой атмосферой и все мероприятия которые там проходят они проходят в старых пиратских пещерах которые на данный момент превратились в отели и на руинах древних городов происходят пляски в джунглях и все танцполы они компилированы либо это джунгли плюс синод либо это какая-то река которая находится в джунглях либо это джунгли плюс открытое побережье и открытое море поэтому здесь причем море в мексике оно круглый год теплое где-то порядка 32 35 градусов в зависимости от того какое сейчас идет течение и в отличие от того же таиланда оно потрясающе чистое потому что огромное количество водорослей которые занимаются очисткой воды и вообще кто не знает в мексике самой крупнейшей на планете на данный момент кораллы рифа он находится как раз именно вблизи полуострова юкатаны проходит через юкатаны с лакантой и у вас есть уникальная возможность заняться дайвингом либо просто снорлингом с огромными гигантскими черепахами либо полюбоваться удивительным подводным миром который но не сильно уступает я бы сказал Красному морю и Египту если вы любители значит давайте тогда немножечко расскажу вам про расскажу вам немножко именно про сам тур что за программу мы предлагаем и после этого мы с вами обсудим какие у вас есть вопросы если они есть и пойдем дальше значит программу которую мы предлагаем она у нас с 20 декабря по 12 января то есть 12 января это все уже будут дома обратный вылет у нас на 11 изначально мы его планировали на 10 число но анонсировали Дейзера это вечеринка которая проходит с 2012 года она проходит раз в 2 в 3 года впервые она была именно в 2012 году когда нам пророщили конец света по календарю мая и с тех пор эта вечеринка она проходит раз в несколько лет собирает самых культовых наверное артистов которые играют в мексике она собирает самое безумное самых безумных людей это дизайнеры модельеры какие-то арт художники креативщики и то что происходит на площадке это не передать словами это надо чувствовать вы можете забить в интернете Дейзера погуглить посмотреть это мероприятие оно начинается днем и идет до глубокой ночи оно проходит плейплая это площадка которая на побережье открытого моря соответственно 11 числа у нас будет уже обратный перелет домой поэтому те кто переживает о том что у него работа здесь по большому счету одна рабочая неделя это с 20 по 28 декабря а дальше там уже новогодние праздники и с 9 по 10 там пару дней еще захватится рабочих начало января то есть как правило самые такие куматозные мертвые дни на работе я думаю ни у кого не будет ничего критичного если вы поедете значит задают вопросы слишком длинный тур на 3 недели есть ли возможность там поехать только на 10 дней честно скажу возможность есть но с учетом того что авиаперелет он стоит где-то порядка ну самый дешевый вариант который можно найти это около 500 50 600 евро туда-обратно без багажа то есть плюс багаж плюс это перелеты как правило либо через США либо через Америку у кого и Шенген у кого нету вот прямой перелет например из Москвы до Канкуна и обратно он сейчас стоит где-то около 70 тысяч и отдавать 70 тысяч за полет на 10 дней ну смысла никакого нет то же самое некоторые люди говорят что вот там если лететь в ноябре если лететь в апреле то ценник ниже то что в Мексике тоже в эти дни проходят вечеринки можно полететь за меньшие деньги но при этом вне на новый год и соответственно тем самым получить не меньше удовольствия скажу честно это заблуждение потому что те вечеринки которые проходят они конечно же так как это бич клаб тот же плейплая так как и Тулум и Канкун это круглогодичные курорты которые закрывают свои двери в мае месяце когда там начинается сезон дождей до октября у них перерыв то по большому счету можно сказать что полететь в какой-то межсезонье это дешевле но поверьте вот именно сам новый год сама вот эта атмосфера праздника то количество артистов то количество вечеринок то количество креативных и нереально просто нереальных представителей культурной жизни клубной жизни то есть прилетает очень много людей из Америки те кто ставит самые громкие самые крутые арт объекты на Burning Man те люди которые делают самые крутые музыкальные арт кары на Burning Man это в основном как раз Мексика это в основном как раз США и все эти люди они на новый год летят в Мексику они летят в Тулум и там тусуются поэтому если вы хотите именно окунуться в потрясающую атмосферу новогодней тусовки новогодней вечеринки испытать действительно что-то незабываемое ни Панган ни какие другие места тот же Бали тот же Вьетнам и тот же Майами там или Лос-Анджелес это все не сравнится с тем что будет происходить на Новый год в Мексике именно в Тулуме те кто был они это подтвердят то есть здесь эта информация стопроцентная все кто там были хоть раз они влюбляются на всю жизнь и понимают что если куда-то ехать встречать тусовочный Новый год это только Мексика так Блаблакаром можно добраться Блаблакаром добраться можно есть специальные подводные автомобили поэтому на них вы можете по дну океана добраться расстояние где-то порядка 9 тысяч километров я думаю что за пару тройку месяцев вы доедете значит 20 числа мы прилетаем в Канкун там у нас начиная с 12 часов дня и до 8 вечера мы собираем людей в аэропорту Канкуна те кто прибывает мы их маленькими группами справляем в порт из порта едем на остров Исла Муэрос давайте я вам сейчас включу слайд шоу и потихонечку буду показывать фотографии того что нас ожидает в поездке порт Исла город Исла Муэрос это остров женщин он располагается в 25 километрах от материка и является сам по себе островом Ягуан такого количества Ягуан как на Исла Муэрос вы не увидите нигде там есть потрясающий песчаный пляж есть живописные скалистые обрывы там есть аквариум, заповедник на этом острове мы планируем пробыть буквально пять дней для того чтобы полностью стряхнуть с себя суету непосредственно будней позагорать, покупаться там же в нескольких километрах от этого острова расположен знаменитый на весь мир подводный музей где на данный момент уже более 300 экспонатов которые располагаются под водой на глубине от 2 до 9 метров и вы можете либо с помощью дайверского оборудования либо просто маски для снорлинга исследовать этот заповедник вход туда стоит там символические деньги то есть основное это либо дайв снаряжение либо если вы не хотите использовать акваланг а просто поплавать с маской то туда можно группой те кому это будет интересно добраться погрузиться и соответственно сделать потрясающие фотографии и насладиться видом вот этих вот скульптур которые уже несколько лет находятся под водой обрастают естественными кораллами рыбы там и другие подводные жители делают свои дома и растения на них начинают расти поэтому зрелище потрясающее можете погуглить подводный музей из ламуэра с мексико интернет завалим просто изобилием фотографии на этот счет я их даже не стал подгружать в свою презентацию потому что фотографии они совершенно не предают того что там будет соответственно за эти пять дней на острове те кто хочет просто отдыхать они просто отдыхают у нас там будет проживание в трех звездочной гостинице со всеми удобствами буквально в пешей доступности несколько сотен метров будет единственный на острове песчаный пляж фотографии его вы сейчас видите как раз на снимке остальная часть острова она идет скалистая и там можно сделать потрясающие виды весь остров в длину он занимает четыре с половиной километра поэтому пройти его вдоль и поперек пешком либо проехать на велосипеде на скутере не составить никакого труда вот конечно же это налюбоваться и игуанами это потрясающий аквариум морских черепах где их выращивают до того момента как их можно будет отпустить в свободное плавание там же можно познакомиться со всеми видами морских ежей морских звезд моллюсков даже есть гигантские каракатицы которых можно потрогать и даже посадить себе на голову вот поэтому на этот счет исламуэрос очень хороший такой детокс плейсмент где мы в течение пяти дней отмокаем и в очень хороших условиях делать там там нет тусовок абсолютно то есть там нечего делать кроме как спать загорать кушать фрукты наслаждаться солнцем и плавать поэтому здесь это вот именно такой период для того чтобы передохнуть и привести себя в порядок после того как мы отдохнули на острове на пятый день мы выезжаем с острова и едем в тулум для того чтобы там кинуть вещи и по пути мы заезжаем в парк шкарт парк шкарт это уникальный заповедник который из себя представляет наверное вот вся мексика она состоит из тридцати с лишним штатов и 1 самая Самая лучшая самовая основная достопримечательность самая красивые яркие места самая уникальная вещи которую есть только в мексике они сосредоточены в этом парке то есть это уникальный экологический сайт в рамках которого Вы можете увидеть все растение которая произрастает Мексике Вы можете в миниатюре увидеть все основные достопримечательности этой страны яNe Вы можете увидеть всех животных и птиц, которые проживают, плюс также это все рептилии, которые проживают на территории Мексики, вы их можете увидеть в этом парке. То есть гигантская ягуана, которая по длине, по-моему, около 2 метров или 1,7 метра, она находится там. То же самое тигры, львы, это все вы можете увидеть вполне нормально. Причем те, кто думает, что в Мексике нет тигров, могу вам сказать, что когда мы ехали из Юкатана в штату Охаку по дороге ночью, то на обучении мы видели сбитого тигра. Либо это был тигр, либо гепард, ну в общем, огромное полосатое животное лежало на дороге, явно не спало он. То есть ночью, видимо, фура ехала и его протаранила. То есть слава богу, это была не легковушка. Поэтому это вот одна из причин, почему по Мексике нельзя передвигаться ночью в темное время суток, потому что это очень опасно, так как именно хищники выходят туда погулять. Вообще самостоятельное передвижение по Мексике это очень опасная история, поэтому нас там будут встречать наши друзья. И они же по совместительству официальные тревел-партнеры это Морлэнд из Мексики. Поэтому это ребята, которые знают все про музыку, про тусовку. Это люди, которые знают качество в хороших вечеринках, знают толп в хороших вечеринках. И они как раз будут заниматься тем, что составят для нас гидлайн. Они подготовят для нас мероприятие, которое стоит посетить. И они участвуют в разработке маршрута и, соответственно, будут сопровождать нас по клубной жизни Мексики. Роман, привет! Только вчера тебя с Ольгой вспоминали. Пропал куда-то. Не звонишь, не пишешь. Как хоть у тебя дела? Вот, значит, помимо того, что вы увидите в парке Шкарот животных, сможете поплавать с байдаркой и отлично провести время. Вторая очень важная часть этого парка – это ночное шоу. Оно начинается в 9-7 вечера, идет до полдесятого ночи. И в рамках этого ночного шоу рассказывается история Мексики. Показываются основные... То есть в каждом штате есть какая-то своя национальная одежда, есть какая-то своя национальная культура, которую они возводят. Когда мы с вами поедем по Мексике, то вы увидите, что где-то на дороге будут продавать кукурузу, где-то будут продавать бананы, где-то будут продавать рыбу. Соответственно, где-то продают фиолетовую картошку. Причем это корнеплод, который уникален для Мексики, его больше нигде в стране не выращивают. Это естественный гибрид свеклы и картофеля, который мексиканцы очень странно, они его едят со сгущенкой. То есть картошка со сгущенкой – это еще извращение, но в Мексике это национальный продукт. Я думал, что нигде больше вы фиолетовую картошку не пробовали. И перемещаясь из штата в штат, меняется культура, меняются продукты питания. То есть где-то мандарины. Мы пока ехали, насчитали около 7 или 9 сортов мандарин совершенно разных. Кислые, сладкие, большие, мягкие, твердые, рыхлые. Совершенно разноплановые. Стоит это все копейки. Поэтому по ходу движения мы будем заезжать в городки, в деревеньки, смотреть, что там люди продают. Где-то в высокогорных штатах продают шерсти. Там очень дешево, можно купить изделия из шерсти. И так далее. Соответственно, в рамках этого вечернего шоу вам рассказывают культуру каждого штата, в чем он достопримечателен, культура его развития, освоения. И показывают национальные костюмы, показывают танцы и показывают традиционные игры. Например, самое захватывающее, это лично для меня было огненный футбол. Это когда, даже нет, там, наверное, все-таки огненный хоккей. Но они начинают играть клюшками. То есть там такие деревянные клюшки. Они начинают играть огненным мячом. То есть натягивается огромная сетка, чтобы не повредить зрителей. Зажигается огненный шар. Это кокос. Как я понимаю, он или облит маслом, или тряпка какая-то намотанная сверху, поджигается масло. И вот этим огненным шаром они начинают играть клюшкой. Но при этом по правилам вот этого их хоккея вполне возможно использовать колени. Можно использовать плечи. Можно принимать его на голову. И задача, то есть игра идет до трех голов. Пока они не забьют три гола, то, соответственно, игра продолжается. Дух захватывает, потому что когда мяч пролетает от вас даже в ста метрах, жар от него чувствуется, поверьте, очень хорошо. Другой вариант игры, это идет игра непосредственно традиционный футбол, который был изобретен майянцами. Когда будем именно в Чеченице, там у них огромное футбольное поле, которое сохранилось из всех сайтов. Оно самое такое сохранившееся и уникальное. И на этом футбольном поле есть вот такие вот небольшие кольца. Их диаметр он буквально составляет, наверное, около 35-40 сантиметров. Находится, расположен он на высоте около трех метров. И игроки, они должны были с помощью ног, с помощью колен, плечей, головы загнать кожаный мяч, который достаточно тяжелый. Он весил около 7 килограмм. Они должны были его загнать в это кольцо. И, соответственно, там вы посмотрите тоже в миниатюре. Также они, по-моему, до трех разыгрывают мячей. Вот эту игру. Ну, на самом деле, это очень сложно. Зрелище потрясающее. После того, как вы посмотрите и проникнетесь культурой мая, дальше мы отправляемся с вами в путешествие. Это путешествие, оно у нас займет порядка пяти дней. И возвращаемся мы 31-го числа обратно. Но возвращаемся 30-го вечером. И, соответственно, что 31-го числа Новый год уже встречается вместе. В рамках этого путешествия мы посещаем самые культовые и самые уникальные пирамиды, которые находятся в Мексике. То есть, все пирамиды в Мексике, они располагаются на полуострове Юкатан. В других местах их нет. Их есть несколько типов. И самые крупные города – это Чеченица, который самый знаменитый. И куда легко добраться и без нас. Куда вы можете просто посетить Мексику, поехать с туристами. Но самое живописное – это пирамиды Калакмуль, это пирамида Паленки. И это заброшенный город, который находится на границе Мексики. Это город, который называется Яшчелан. Его уникальность еще на данный момент в том, что, во-первых, так как он находится на возвышенной местности, то этот город его практически не пришлось раскапывать. То есть, он сохранился до нас в своей первозданной красоте. Он не был восстановлен, в отличие от других городов. И там не проводились раскопки. Все руины находились на поверхности. И этот город, он просто кишит обезьянами-ревунами. Чтобы вы понимали, это обезьяны, которые высотой где-то порядка 40-50 сантиметров, но рев которых звучит как рев льва или ягуара. Поэтому, когда вы идете под джунглем, и вокруг вас раздается на несколько километров вот такой рев, и идут вот такие вот дикие переклички, атмосфера, конечно, захватывающая. Честно, сердце замирает. И вот это все нам с вами предстоит пройти. Помимо пирамид, которых вы сейчас видите на фотографиях, то есть, высота там достигает до сотни с лишним метров этих пирамид, мы еще посетим самый крупный каскад водопадов в Мексике. Это водопад Мисольха. Его высота около 56 метров. И вот сейчас вы видите фотографии. Это не из интернета. Это когда мы там были на Новый год в 2014 году. И там шел небольшой дождичек. Он очень полноводный. Эти разливы фотографии вообще не передают. Той красоты и тех эмоций, которые вы там испытываете. Сейчас на фотографии вы видите это сайт Паленки. Пирамиды. Эта пирамида уже Тулум, вблизи которых мы будем жить. Соответственно, в Тулуме считается один из самых красивейших пляжей. Тулум это древний пиратский город. Здесь же, соответственно, пираты закапывали свои сокровища. Очень много пещер вблизи города Тулум. И в этих пещерах сейчас в основном как раз сделаны вечеринки. Вот это знаменитая чеченица. До нее мы поедем уже в период с 1 января по 10 января. Есть примерное расписание, когда мы туда хотим поехать. Но будем уже решать непосредственно участниками группы, когда до точно ехать. То есть, после того, как мы посетим вот эти сайты, мы возвращаемся 30-го числа вечером в Плайо-дель-Кармен. И уже с 31-го числа, 31-е, 1-е, 2-е мы находимся в Тулуме. Посещаем вечеринки, которые там проходят новогодние. Отдыхаем. И, собственно, вот это вот как раз фотография Яшчелана, про которую я говорил. То есть, представьте, это огромный высотой, наверное, с 8-ми этажный дом. Комплекс был построен людьми без использования какой-либо техники. Это многоэтажный. Такого больше нет нигде. То есть, вы будете ездить по Мексике, там есть двухэтажное, трехэтажное. Но вот именно такого сооружения, это только Яшчелана, экскурсий туда практически нет никаких. То есть, чтобы туда добраться, это надо брать комбинированный какой-то тур, который стоит несколько тысяч долларов. С учетом того, что у нас вся трехнедельная программа стоит столько же. Поэтому здесь, конечно, в этом плане, если вам интересна история, не только тусовка, то сама программа очень уникальна. Соответственно, с первого и второго числа мы находимся в Тулуме, отдыхаем, посещаем вечеринки и дальше потихонечку начинаем выбираться. У нас будет выезд в Акумаль. Это плях черепах. Он уникален тем, что на побережье данной берегушки располагается очень крупный коралловый риф. И там же располагаются очень большие заросли водорослей, которые очень любят местные черепахи. И в период утром и вечером, два раза в день, плавая там с маской, черепахи эти привыкли к людям, они их совершенно не боятся. И в период утреннего и вечернего их питания можно наблюдать черепах, которые в диаметре достигают до полутора метров. И, соответственно, поплавать с ними буквально вот они будут под вами. Зрелище это, правда, захватывает. Видео вам показывать не буду, но поверьте, оно того стоит. Также можно сплавать китовым акулам, но китовые акулы, крупные особи, они подходят с мая месяца по сентябрь месяц как раз от Исламуэрос. Там недалеко есть остров Холбош, и они подходят туда летом. Там буквально можно или пару найти мелких особей. Ну, вам для понимания, да, то есть крупная особь это где-то около 12 метров, мелкая особь это где-то около 2-3 метров. То есть вот 2-3 метра вас могут довести там, где они прикормлены, обитают, и там их будет на 2-3 особи. Но самое интересное, если вы хотите поплавать именно с китовыми акулами, ощутить вот этот вот ужас. Я думаю, в интернете вы видели фотографии, где люди в пасти у гигантской рыбы делают фотографии. Это вот как раз китовые акулы, которые питаются планктоном. Именно таким образом, что они всасывают в себя воду из океана вместе со всеми рачками, планктоном, живностью, которая попадает, и дальше их уже фильтруют и выпускают. Поэтому можно к ним совершенно безболезненно и безопасно погрузиться в рот, сделать фотографии и дальше оттуда выплыть. И вот плавать, когда там где-то порядка 30-50 особей, средняя длина которых от 5 до 12 метров, это, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение. Поэтому всем рекомендую. Вот. И, соответственно, начиная там со 2-го числа, мы едем Акумаль, Пряж, дальше мы едем с вами Чеченицы и мы с вами посещаем Вальядолит. Там расположены три самых таких ярких сенота, то есть сенотов на самом деле очень много в Мексике. Уникальное вообще это природное явление, которое можно встретить только в Мексике. Никто не знает природу их происхождения, никто не знает, откуда берутся грунтовые воды, которые питают эти сеноты. Но это подводные пещеры, ямы, которые глубиной могут достигать до 120 метров. Некоторые сеноты, аквалангисты погружались, так и не достигли дна и не знают точную их глубину. Но при этом вода там пресная, там плавают рыбы, на поверхности мелкие, чем глубже, соответственно, тем они крупней. И вода там кристально абсолютно чистая, они есть полностью открытый сенот, есть сенот, который находится в пещере, есть такие полузакрытые, полуоткрытые сеноты. Есть специальные дайв-туры, где вы одеваетесь в экипировку и на целый день идете по вот этим подводным галереям, идете по различным подводным сайтам, попадаете в уникальный совершенно мир, который сложно описать. Сейчас вы видите фотографии, это тех вечеринок, которые проходят в Тулуме на локациях, они как исключительно в джунглях и на острове, так же они проходят. То есть, вот это фотография одного из сенотов. Это сенот, который пещерный, но при этом со временем образовалась, разрушилась горная порода и, соответственно, образовалось открытие, он перешел уже в такой полуоткрытый, полузакрытый сенот. Вот, то есть, вот это сенотом как раз находится в Алиадолиде и здесь люди занимаются тем, что они на самый верх поднимаются и сверху прыгают в него, ныряют. Собственно, Акумаль, это чеченица Валиадолид, посещаем основные сеноты, то есть, больше куда-то ехать смотреть, их смысла нет. Для тех, кто хочет и не хочет, у нас будет выезд в Канкун, потому что посмотреть Канкун это обязательно, это белоснежные пляжи, это шикарные отели, это супердорогущие кафешки, потому что сам по себе Канкун, там есть пятизвездочные отели, ночь которых одна только ночь может достигать до полутора миллионов рублей на наши деньги. Вообще, Мексика это страна, которая полностью самодостаточная, 80% туризма это внутренний туризм, только 20% это туристы из Америки и из них там может пара процентов это туристы из других стран. То есть, Мексика это страна, у которой 80% она живет именно на внутреннем туризме и обеспечена именно собственными туристами, они не заинтересованы в привлечении каких-то других людей. Уровень жизни в Мексике он где-то в 4 раза выше, чем в России, с учетом того, что один мексиканский песо он равен 4 рублям. И поэтому, почему в 4 раза уровень выше, потому что когда вы идете в магазин, цены там один в один такие же, как у нас в России. То есть, хлеб там стоит где-то порядка от 30 до 50 песо, какую-то булочку купить это стоит, пирожок там от 20 до 50 песо, какой-нибудь такос там, как у нас шаурма, это будет стоить опять же там те же 20-30 песо. Сходить в ресторан, куда-то покушать, вам это станет от 100 до 300 песо. То есть, примерно такие же цены, как у нас в России, только все умножаем в 4. Поэтому здесь, в этом плане мы рассматриваем вариант проживания либо апартаменты, то есть, это гостиница 3 звезды, где есть своя мини-кухня и при желании есть возможность готовить. Либо мы берем проживание вдали туристической зоны, это вот как раз Тулум, чтобы это был не Плая Дель Кармен, чтобы это был не Канкун, потому что там в кафешках цены просто космос. Когда мы поедем по стране, там цены будут гораздо ниже. И когда мы, соответственно, будем жить в Тулуме, то там ценник на кафе, на ресторан, он гораздо ниже, чем ценник непосредственно на том же Исламуэрос или в том же Канкуне. Помимо Канкуна у нас получается еще из... То есть, мы посмотрим город, мы посмотрим побережье один день и также у нас в планах еще посещение пирамид Коба, которые находятся вблизи Тулума. Одних из этих пирамид открывается потрясающий вид на окрестности. Ну и, соответственно, сможете лицезреть потрясающие живописные виды, потому что это огромные высокие пирамиды. Из особенностей вообще вот этих достопримечательностей Мексики, да, если где-то там в Египте и прочее лазить нельзя особо, то если мы говорим про Мексику, то в Мексике везде на всех пирамидах стоят везде значки о том, что запрещено лазить, о том, что запрещено ходить там или там. Но, как показывает практика, в Мексике можно лазить абсолютно везде. И причина, почему размещают вот эти значки, она очень простая. Потому что, если вдруг вы откуда-то упадете, повторюсь, некоторые пирамиды там 130 метров в высоту, просто с шикарными захватывающими двухпанорамными видами, если вы где-то упадете, если вы где-то повредитесь, чтобы у вас не было возможности предъявить какие-то претензии к владельцам и к службам, которые занимаются охраной и присмотром за данными достопримечательностями. Потому что вот есть табличка, сам полез, сам нарушил, поэтому под свой страх и риск. Но мы там лазили везде. Там еще одна из особенностей достопримечательностей Мексики. Если только вот Чеченица, да, вот этот раскрученный туристический сайт, ну и Тулум, конечно же, так как там тоже очень много туристов приезжает из Канкуна, то там ходят смотрители, которые вам чикают и говорят, нигде не лазить, там не ходи, там не этот самый, не лазь. Дальше, куда мы поедем, Паленки, куда мы поедем, Яхчелан и прочее, там вообще нет никаких смотрителей. Вы просто на входите платите денежку мексиканцу и даже не понимаете, это легально или нелегально. Вам выдают талончик и после этого вы идете и там нет никого. То есть территории вот этих сайтов, они настолько огромные, что даже группы по 50, по 150 человек, они там растворяются и кажется, что там никого нет. Поэтому в этом плане, конечно, есть возможность полностью погрузиться в атмосферу. И программу мы сделали таким образом, чтобы на каждом сайте у нас было минимум от 2 до 6 часов и была возможность полноценно насладиться. Кто любит помедитировать, соответственно, помедитировать. Кто нет, просто посидеть, насладиться захватывающими видами, изучить. И, конечно же, я вам расскажу про каждое из этих мест, историю, традиции, особенности. Значит, Валентин спрашивает, сколько стоит тур. Смотрите, по стоимости мы вначале рассчитали стоимость тура вместе с авиаперелетом и страховкой, потом мы исключили. Потому что, во-первых, страховка Мексику, она удовольствие не дешевая. Но на данный момент практически у всех есть кредитные банковские карты. И банк, с своей стороны, предоставляет туристическую страховку. Например, там вот у нас от банка есть туристическая страховка, которая распространяется по всему миру. Она годовая. И Мексика туда входит, и, соответственно, мне нет смысла эту страховку покупать. Поэтому мы исключили из стоимости тура страховку. Но вам обязательно надо будет предъявить свою. Если нет, то тогда мы, соответственно, вам посчитаем, сколько будет стоить для вас страховка. Ну и плюс, так как у нас в туры все больше добавляется иностранцев, и жители Украины, Беларуси, Казахстана, и те, кто живут в Европе. То есть, в Польше сейчас очень много идет запросов. То, соответственно, для данных ребят мы, ну, в том числе, тоже это убрали, потому что у них там своя история в плане страховой. Следующий момент, который мы исключили, это авиаперелеты. Потому что авиаперелет, например, у меня, так как есть и американская виза, у меня есть действующая шенгенская виза. Соответственно, я могу лететь с длинным стоповером даже со смены аэропорта через Европу. Я могу лететь с пересадками в Америке, что гораздо дешевле. То есть, я могу, в принципе, вылетать из Европы, добираться до какого-то города из Европы и лететь уже оттуда, и это выходит дешевле. Что касается тех, у кого нет ни американской, ни шенгенской визы, то здесь вариант либо с короткой пересадкой в Европе, и есть возможность, не выходя из транзитной зоны, совершить такой перелет. Либо это прямой перелет российскими авиалиниями, который из Москвы напрямую летит в Канкун и, соответственно, обратно. Он как раз, рейсы идут 20 число и обратно 11 числа. Поэтому здесь по таймингу мы полностью попадаем. И единственный этот рейс, он, конечно, идет подороже. Опять же, кому-то нужен авиаперелет с багажом, и кто-то с собой возьмет чемодан, а кто-то полетит налегке, и ему, по большому счету, нужно только несколько рубашек, шорт и так далее. Поэтому авиаперелет мы исключили, и на данный момент у нас стоимость программы, которую я вам рассказал, она получается 165 тысяч. То есть сюда входит новогодняя вечеринка с Пол Калкбренером на мероприятии за мна. Сюда входит проживание в гостиницах 3 звезды по всему маршруту, то есть начиная с 20 по 11 число, там 21 или 22 ночи. Сюда входят все трансферы, посещение всех парков, сюда входит сопровождение с нашей стороны, и сюда входит где-то какое-то питание по маршруту, плюс эти самые входные билеты в заблобедники, пирамиды, и сюда в обязательном порядке входит посещение парка Шкары, который тоже не дешевый, но мы в обязательном порядке его включили, потому что те люди даже, которые, например, скажут, мы хотим ехать только Мексика, нам не нужно вот эту вот долгую программу, либо мы хотим там приехать с 31 числа и сократить тур, то стоимость, конечно же, будет ниже, но при этом здесь мы очень в обязательном порядке рекомендуем посещение парка Шкары, потому что испытаете потрясающие эмоции, удовольствие, и сможете познакомиться вообще с культурой Мексики, что это за народ, и как и что. Также сюда в эту стоимость мы включили посещение Тимаскаль, Тимаскаль – это особый обряд очищения, который проходит в Мексике, делают его шаманы, соответственно, есть Тимаскаль, который туристический, и который себя по большому счету представляет как сауну, есть настоящий Тимаскаль с настоящими шаманами. Вот в рамках нашей программы мы делаем мероприятие, которое Тимаскаль, которое с шаманами. Тот, кто скажет, что мне это не надо, мы это тоже исключим из стоимости. То есть присоединиться к программе можно на любом этапе, программа с 20-го числа по 11-е, но если у кого-то проблема с отпусками, можно пролететь раньше, улететь позже. Также задали сегодня вопрос, девочка говорит, я зашла и посмотрела на сайте, там вы говорите, что вечеринки каждый день, а замна там только один день. Ну, не один день, а несколько дней. На самом деле, повторюсь, что замна – это только одна из площадок, всего там около 8 площадок, на которых будут проходить все вечеринки, и, соответственно, на данный момент еще очень много не анонсировано. То есть большинство мероприятий, такие, как, например, вечеринки Mayan Warriors, их не надо анонсировать, оно просто вот за неделю даже, или за несколько дней появится информация, что они будут выступать, и будет полный танцпол, и соберется огромное количество людей, и билеты на входе будут распроданы просто в один миг. Поэтому там немножко другой подход, немножко другая культура, там у людей нет задачи и цели продавать вам билеты заранее. Из топовых вечеринок Ибицы, которые туда переезжают, это вечеринки в УМУН, это вечеринка Афтерлайф, это мероприятие, которое проходит на плейплае в основном. Поэтому что еще там может быть? Там может быть Resistance, может приехать любое мероприятие на данный момент, пока вот с того, что анонсировано, я вам назвал. Так что могу сразу сказать, мест в туре всего 8. Это будет камерная поездка, чтобы мы на одном микроавтобусе могли перемещаться, чтобы никого не ждать, чтобы не было большой толпы. Поэтому на данный момент свободных мест осталось 5. Остальные места, они забронированы. Поэтому те, кто хочет к нам присоединиться, welcome. Если кто-то просто едет в эти даты в Мексику, или ему понравился концепт, хочет посетить эти мероприятия, не хочет ехать с нами туром, но при этом хочет с нами там встретиться, провести вместе время, то, конечно же, пишите. Будем рады встрече. Потому что Новый год в Мексике, это, наверное, самое лучшее в плане тусовки, то, что вы можете себе подарить. Если хочется именно тусовочного отдыха, а не просто солнце, море, пляж и какие-то стандартные истории, которых много. Потому что, повторюсь, там Доминикана, Бали, Таиланд, Вьетнам и прочее, это все стандартно. А вот то, что вы испытаете в Мексике, это будет Мексика. Поэтому с нами, без нас, всем рекомендую поездку именно в Мексику на отдых. Так, ну что, несмотря на то, что начали позже, по времени мы даже вроде уложились. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, пишите. Если все понятные и вопросов нет, то тогда не смею вас задерживать. И присоединяйтесь, пишите вопросы в личку, кто хочет поехать. Так, ну что, раз вопросов нет, всем тогда большое спасибо за внимание и отличного вечера. Пока-пока.